Здравствуйте! В эфире программа «Активный житель». Мне очень часто задают вопрос, на какую аудиторию рассчитана моя программа. Отвечаю, она интересна всем и каждому. Вот, к примеру, сегодня речь пойдет о жителях южной части города, обеспокоенных качеством предоставляемых коммунальных услуг. По словам полевчан, горячая и холодная вода, поступающая к ним в квартиры, не соответствует ни санитарным нормам, ни любым другим требованиям. Есть и те, кто в принципе не доволен работой южного коммунального предприятия. Но обо всем по порядку. Начнем с полевчанина Игоря Каткова, который еженедельно проводит забор горячей воды в своей квартире, видя результат, вновь и вновь задается вопросом. «Когда качество горячей воды будет соответствовать нормам?» Вопрос животрепещущий и актуальный. Он волнует не только Игоря, но и всех жителей южной части. Наш герой уже обращался за ответом в Роспотребнадзор, а также написал письмо в жилищную инспекцию. Но пока ответа нет. А терпение и понимание, которому призывают в кабинетах, заканчивается. Сегодня полевчанин пришел к депутатам городской думы на заседание комитета по городскому хозяйству. В надежде, что народные избранники смогут ответить на вопрос, что делать с жителем и кто виноват в сложившейся ситуации. «Это была сделана спустя неделю. Это горячая вода. После того, как подали в систему в сентябре. Это горячая вода. Она уже успела осесть, поэтому она не такая уже мутная. Если вы подойдете поближе, посмотрите, то есть тут вот такой вот осадок. Это вот холодная вода. Она же попозже была сделана. Это дней через 10 после того, как горячую запустили. И вот вчера я приехал вечером специально, чтобы набрал горячие воды». Когда видишь содержимое банок, невольно возникает вопрос. Как этой водой можно мыться? Как готовить пищу? Ответ напрашивается сам собой. Никак. В лучшем случае испачкаешься. В худшем сложно представить. Обратиться к депутатам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации – это крик о помощи. Игорь Катков уже ходил в Роспотребнадзор, предложил сделать лабораторные анализы, на что получил отказ. «У них есть внутренний приказ по СЭС, что они не разбираются в этой воде. Направили меня в жилищную инспекцию, которая находится в городе Екатеринбурге, по улице Малышева, 101. Со всеми вопросами и жаловами только туда». Ответить на все вопросы жителей и депутатов на комитет Думы пришли замдиректора региональной сетевой компании Сергей Морозов и главный инженер южного коммунального предприятия Владимир Коптяков. Владимир Геннадьевич поясняет, что все внутридомовые сети в многоквартирных домах промыты. «Мы в свою очередь провели разовый отбор анализа на 5 сентября совместно с региональной сетевой компанией и Роспотребнадзором. Значит, анализ показал по трём основным парам – травматную мутость, цветность и железо, превышение нормы». Кроме того, что сети были промыты внутри домов, региональная сетевая компания также в рамках подготовки к отопительному сезону в течение 10 дней промывала всю систему теплоснабжения южной части. «Технической водой была осуществлена промывка системы, системы отопления в городе. То есть, если весь объём, примерно это 2000 кубов, то есть всего на промывку было израсходовано 13 900 метров кубических. То есть практически 10 дней насосами вода гонялась в полную систему и сбрасывалась канализация. То есть, акты приёмки воды есть, акты приёмки и стопы тоже имеются. То есть, значит, на конец промывки был сделан анализ в лаборатории, новой энергетики составлен акт, значит, ну, вода более-менее соответствовала, как скажем, требованиям». Но всего этого, как оказалось, недостаточно. Первые жалобы по качеству воды ВДС ЮКП стали поступать с пуском тепла, говорит Сергей Коптяков. Возможно, это связано с многочисленными ремонтами, которые прошли на теплосетях этим летом. Но есть ещё факт, который может также повлиять на качество воды. «Есть определённый перечень ингредиентов, по которым анализы делаются. И вот СО2, и кислород в сети, он ведь однозначно должен делаться. Возникает вопрос, а почему они его не делают? Вот в чём вопрос. Меня-то интересует в этой... Понятно, что тут, наверное, и добавляют сети южного коммунального предприятия, вот эта мутность, светлость, добавляют магистральные сети, которые обслуживают СК, новая энергетика. Меня-то интересует вода, которая выходит с котельной. А у них-то? Вот сейчас прозвучало, кислород в воде не делается, углекислый газ в воде не делается. Что там делается, вообще непонятно. И кто их контролирует? Кроме того, что вода поступает в квартиры полевчан, мутная и грязная, и есть и ещё претензия. Это температура, которая не превышает и 50 градусов. Параметры котельной 63 градуса, ну вот здесь сегодняшняя еда, то есть плюс потери сетя, плюс гидравлический режим, то есть у нас население получает порядка 50-55 градусов горячего вода. То есть что не соответствует с антидрой? У нас доходит сколько градусов? 55. Это враньё. В данный момент батарея у меня, вот я рукой держу, она чуть-чуть горячее, чем моя, типа, человеческая. Председатель комитета по городскому хозяйству Андрей Шумейко, выслушав все жалобы жителей, дооды представители коммунальных компаний выносят вердикт. По качеству воды без вашей помощи у нас ничего не получится. Давайте составим вместе письмо. Поэтому, если вы считаете, что действительно идёт мутность и цветность новой энергетики, давайте попытаемся пригласить Роспотребнадуру с области, если наши действия в этом направлении, и чтобы они проконтролировали конкретное качество воды. О том, как будут развиваться события, и изменится ли качество воды в южной части города, после писем и запросов депутатов городской думы, мы обязательно вам расскажем в следующих наших программах. Сейчас же поговорим всё о том же коммунальном хозяйстве южной части города, а вернее о деятельности управляющей компанией Южное коммунальное предприятие, которое, по словам собственников жилья, не желает вести диалог с жителями. Когда руководство коммунальной компании Южного предприятия будет реагировать на наши вопросы жителей Южной части. Рассказать о том, как же нелегко сегодня добиться ремонта в собственном подъезде, благоустройство придомовой территории, и о том, что практически все заявки жителей остаются неуслышанными, собственники жилья также решили рассказать народным избранникам. Эти полевчанки сегодня представляют на комитете думы жителей второго микрорайона Южной части. В их руках пачки писем и обращений. Все они адресованы руководству Южного коммунального предприятия. Вычистить подвал от мусора можно сделать, не делать, годами, 20-летиями. Сделать ревизию запорной арматуры, как бежала, так и бежит. Сделать изоляцию труб водогорячего водоснабжения и отопления. Ничего не делается. По причине отсутствия в доме теплоизоляции и некачественного ремонта межблочных швов в квартирах сыро, стены покрываются плесенью, а кожа жильцов – аллергическими высыпаниями. Дети болеют. Вот я сама, посмотрите, полюбуйтесь. Вот это экзема. Вот это в течение года у меня пошло экзема. От того, что квартира покрыта плесенью. Я ежегодично переклеиваю эти обои и все делаю. Я вам уже сказала. Вот фотографии, пожалуйста, посмотрите. У меня угловая квартира. В этом году мне замазали швы. Но как их замазали, это тоже смешно. Подставляю руку оттуда, дует. Так это как они замазаны? Просто цементом, без утеплителя. Так этого эффекта не будет с этого. Зачем я пишу заявки? Я ежедневно звоню. На все звонки и жалобы многодетной матери коммунальщики находят все новые и новые отговорки. Слесаря уже ко мне боятся ходить. Они говорят, это грымза, она нам ничего не подписывает. Она вообще постоянно недовольная. Да, конечно, я недовольная. Как я могу жить? Я плачу за это все. Один из аргументов, почему жил фонд в таком состоянии, это то, что согласно жилищного законодательства, все ремонты в многоквартирном доме сейчас проводятся с согласией по решению общего собрания собственников жилья. Жители готовы собираться и голосовать. Но почему-то после того, как каждый из них написал десяток жалоб, на которые никак не отреагировали, люди разуверились, что их вообще кто-то может услышать. 20 лет я пишу об администрации, в Свердос, депутатам, везде. Администрация дает ответы, дело на контроле. Все, все. Вы вообще не даете, не вы, и вестин. Сегодня в южной части города среди собственников жилья проводятся собрания по выбору формы управления в многоквартирном доме. Константин Поспелов предлагает обратить внимание жителям на такую форму, как товарищество собственников жилья. Пришедшие на комитет Думы обещают рассмотреть и этот вариант, но больше же склоняются к управляющей компании. Надеюсь, что там найдутся профессионалы своего дела, умеющие работать и решать возникающие проблемы собственников жилья. На сегодня это все. Прощаюсь с вами, скажу, что отклик на программу о проблемах ЖКХ огромен. И сейчас я обращаюсь к каждому, кто дозвонился к нам на телекомпанию. Будьте не только активными жителями, но и если вы задали вопрос, то еще и терпеливыми. Мы обязательно ответим на каждый поступивший звонок и обращение. Но, к сожалению, рамки нашей программы не безграничны, и мы не можем охватить всех и сразу. Впрочем, ваши звонки это подтверждение того, что концепция программы «Активный житель» в принципе выстроена верно. До свидания.